С 2010 по начало 2013 года шиллинг колебался на отметке в 1600 шиллингов за 1 доллар. С начала 2013 он постоянно-постоянно дорожает, и вот сейчас где-то цена составляет 615 шиллингов за 1 доллар. И фактически это единственная мировая валюта, которая в течение всего периода дорожает, потому что все остальные дешевеют, и вы увидите это далее. Я покажу вам карту девальвации. То есть это феномен, это исключение, этот феномен характерен только для Сомали, то есть для той местности, для той территории, где нет центрального банка. Вот таким образом работают деньги, если не существует центрального банка. А как вы понимаете, почему я говорю о биткоине, потому что, ну почему я привожу в пример именно шиллинг в теме про биткоин, потому что биткоин это точно такой же инструмент, у которого нет централизованного управления, нет центрального банка, нет центрального владельца, то есть какого-то конкретного владельца, да. Нет центрального офиса, нет фактически той бюрократии, которая эту криптовалюту там подделывает, да, копирует и так далее. В этом плане биткоин очень прекрасное изобретение, очень прекрасная технология, отличные деньги, да. Вот, и в этом плане аналогия с золотом прямая, но, потому что по многим параметрам, оно тоже, его практически невозможно подделать, оно очень легко определяемо, да, оно долговечно, оно делимо, и фактически, как и золото, его ограниченное количество, хотя золото по не могу добывается, но, в принципе, это никакой роли не играет, потому что, как бы, добыча золота, она настолько медленно, вот, у биткоина то же самое будет, в принципе, то есть цифры в 20, там, миллионов биткоин может не достичь, 21 точнее, да, ну и даже в 20, возможно, потому что все-таки многие биткоины уже уничтожены безвозвратно, какие-то были отправлены на адреса, которые никогда не возникнут за всю историю, да, поэтому, как бы, количество биткоинов уменьшается, но, в принципе, так как биткоин делим, не имеет значения, сколько биткоинов останется, хоть даже если один биткоин останется, его хватит на всю мировую экономику, вот, далее, далее, проблема еще в том, что, так как биткоин нематериален, его невозможно уничтожить с помощью, там, насилия над людьми, или уничтожения интернета, нельзя уничтожить интернет, его можно только отключить, а это фактически нереально, и даже если попытаться отключить, могут возникнуть такие технологии, которые будут просто с космоса давать интернет, и никакой чиновник не сможет ничего сделать, да, ну, только сбив спутник, но и то, если у спутника будет хорошая защита от подобных действий, или государь будет слаб, ну, я имею ввиду, он будет вооружен очень слабым оружием каким-то устаревшим, то ничего это не даст, вот, и поэтому люди смогут пользоваться биткоином даже вот в Северной Корее, если там появятся вот такие технологии, то есть, в принципе, сама идея частичного резерва биткоином напрочь убивается, вот, а то же самое относительно того, чем обеспечен биткоин, то есть, ну, вопрос сам по себе возникает только потому, что существует, опять-таки, вот эта связь между истинными деньгами, то есть, золотом, ну, вот, либо там серебром, ну, либо чем угодно, то есть, тем, что считается деньгами и их заменителями, и вот, собственно говоря, этот вопрос адресуется, чем вот обеспечен ваш заменитель, да, то есть, что я могу получить за эту бумажку, вот, и отсюда и возник этот термин, ну, вот, поэтому говорить в отношении биткоина, чем он обеспечен, это, ну, не знаю, все равно, что спрашивать, там, чем обеспечен воздух, например, ну, то есть, это просто, как бы, из другого мира вопрос сам по себе, вот, вот, это из мира, как бы, фиатных денег, и, мало того, это из мира, как бы, этапа истории этих фиатных денег, а именно 19 века, когда мы имели систему золота плюс расписки на золото, и вот эти расписки на золото, и по поводу их, этих расписок на золото, то есть, банкнот бумажных, и возникает проблема, чем они обеспечены, вот, а говорить о том, чем обеспечен биткоин, в принципе, бессмысленно, потому что биткоин обеспечен биткоином, вот, а точно так же можно спросить, а чем обеспечено золото, да, то есть, это, ну, другие совсем вещи, вот, то есть, и, в принципе, нужно понимать, что, собственно говоря, почему биткоин есть, и почему он будет распространяться, либо он, либо какие-то его улучшенные, скажем так, версии, он есть только потому, что есть проблемы с фиатными деньгами, и все преимущества биткоина связаны с недостатками фиатных денег, а именно с отсутствием анонимности, с возможностью контроля банками, правительствами и так далее, и так далее, и так далее, и все именно потому, что биткоин, эти недостатки фиатных денег, так сказать, превращают свои преимущества, поэтому он используется как средство обмена, то есть, теорема денежной регрессии, тут работает, что называется, полный рост, то есть, одни деньги вытесняют другие, потому что они имеют конкурентные преимущества, да, то есть, золото и серебро вытеснили медь, потому что на определенном этапе люди научились добывать много меди, вот, и возникла, скажем так, инфляция, то есть, ну, слишком быстрое предложение денег, слишком быстрое рост, вернее, предложение денег и так далее, то есть, можно говорить о любом этапе, когда одни деньги сменяют другие, То есть новые деньги имеют конкурентное преимущество по сравнению с старыми деньгами, вернее, некий товар. В данном случае биткоин как товар, это не код сам по себе, который переходит из компьютера на компьютер, а это все возможности, которые люди получают, пользуясь этим кодом. То есть возможность анонимности относительной, быстрых расчетов и независимости от государства, возможность получить нормальные, честные, дефляционные деньги. В этом плане биткоин это прекрасная технология, прекрасные инструменты, прекрасные деньги, которые дают людям свободу в передвижении денег без всяких проблем. То есть для чего вообще созданы границы? Не для того, чтобы защищаться от какой-то там вражеской армии, нет, ни в коем случае. А только для сбора дании. Вот и все. Потому что границы от интервентов, от каких-то военных, иностранных не защитят. Никогда не защищали. И более того, даже если вы уверены, что граница защищает, вот на самом деле вы будете защищать бюрократию, и вас кинут, так скажем, на штыки или там под пули, типа вражеской армии. Поэтому не стоит как бы думать, что границы в этом плане какую-то пользу людям приносят. На самом деле нет. Ну и безусловно, безусловно, налогообложение позволяет людям уходить от налогов. Биткоин позволяет уходить людям от налогообложения, потому что, ну, во-первых, вот в этом примере вы видите, да, можно уходить от рэкета с помощью передачи денег вот на какие-то сервера там или на флешку и так далее. И уже эти деньги на границе никто не остановит. Вот. Ну и вообще, сами по себе биткоины устроены так, что можно с помощью них, то есть зарабатывать, например, какую-то мизерную сумму, а получать оплату за свой труд в биткоинах, да. И это никогда не проверит никто, никто не обнаружит ваши деньги, никто их не отнимет, никто не заморозит ваш счет, потому что нет никакого счета банковского. Никто не заблокирует ваши средства на какой-то определенной бирже, потому что они привязаны к банку, да. Все это сделать будет невозможно. Все это будет сделано невозможно. Потому что биткоин не принадлежит чиновникам, да, не принадлежит банкирам, и остановить его нельзя будет, да. Или остановить там оплату в чем-то. Вот. То есть это идеальный инструмент для обхода разных идиотских законов. Вот. Ну, в принципе, все законы государственные, они таковы, потому что они противоречат законам природы и человеческой деятельности обычно. там, вот, как министерство финансов. Что такое министерство финансов? Ну, это как министерство солнца или министерство земного притяжения. Вот. То же самое и работает в отношении биткоина, да. То есть он эти дела прекрасно ликвидирует, уничтожает, потому что они не нужны. Давай. Давай.